здравствуйте дорогие друзья вы на канале луди свет сегодня не совсем обычное видео сегодня видео из моих запасников когда-то такое видео давно-давно было на канале у светлана лодиса сейчас я решила его повторить на этом канале для того чтобы вы решили нужна ли вам такая первая заготовка в этом году заготовка листьев из вишни если ваши вишни не горят так как у меня я показывал на канале слава лодисад что вишни болеют и если вы их не опрыскивали то самое время собрать вишневые листики и сделать из них именно чай но не просто засушить листики а сделать именно ферментированный настоящий чай из вишни а в этом видео вы как раз услышите чем он полезен и поймете надо ли вам такая первая заготовка в этом году или нет для меня например нет ничего активнее насыщенного из всех моих ферментированных чаев чем чай из листьев вишни к сожалению в этом году пока их собрать не могу потому что все вишни обработать но мне достаточно будет чая который я делала в прошлом году тем более хранится он два года о том как сделать такой чай я здесь не показываю в этом видео но есть видео о иван чай а чай из черной смородины прикреплю все ссылки в описании под видео и вы на основании этих видео можете сделать себе такой чай технология ферментации листьев совершенно одинаково а уж по аромату вишневый чай ни с чем не сравнится и так сегодня о полезных свойствах этого чая вот у меня было две таких баночки вот одна осталась смотрите какой она вид как бы вид обыкновенного гранулированного черного чая это вот листики вишни вот открыла банку и просто небывалый аромат такого терпка очень вкусного такого насыщенного запаха ну листья вишни мы с вами используем при наших заготовках то есть я например солю огурчики и мариную с листиком вишни так делала еще моя бабушка и считала что это ее секретик был листья вишни заменяет нам даже листочек дуба потому что обладают очень хорошими дубильными свойствами и и конечно же аромат еще листья вишни мы куда используем с вами так делаем варенье варенье из черноплодки с вишневым листом и пожалуйста аля вишневое варенье также листики применяются в ликерах каких-то наливках сколько-то надо собрать там 100 150 что-то с ними сделать и получается яркая вишневая такая наливочка вот поэтому листья вишни обладающие таким сильнейшим вкусом можно использовать чаях но это не только вкусно это еще и очень очень полезно я когда-то давным-давно еще слышала от своей бабушки что листья вишни чистят кровь так она говорила чистят кровь так и запомнила потом когда увлекалась уже всякими различными там сборами травками читаю изучаю эту тему люблю очень все лекарственных травах растениях то думаю вот вспомнила бабушкины слова что чистят кровь действительно листья вишни очень сильно обладают полезными свойствами потому что в них огромное количество макро и микроэлементов очень много магния очень много бора железа витамины а b и группы c ну то есть как я всегда говорю это кладезь витаминов еще в листьях вишни очень много дубильных веществ очень много что делает вот такой чаек ну во первых он помогает нам укреплять иммунитет так как огромное содержание витаминов соответственно пить такой чаек в период всяких там болезней понятно что они не вылечат нам никакие вирусные болезни но помогут с ними во всяком случае справиться и как-то выйти из этой ситуации поэтому они еще обладают за счет этого обладают противовоспалительными средствами вот и помогают бороться с вирусными там инфекционными заболеваниями маленько укрепляют на мой иммунитет очень хорошо такой чайок выводит песок из почек при том делает это безболезненно без всяких последствий и если его пить то не нарушается никакой водно-солевой баланс что тоже немаловажно потому что если пить какие-то мочегонные то можно как бы вот нарушить все соотношение в организме этот чай понижает давление поэтому хорошо пить о тем у кого высокое артериальное давление и очень аккуратно пить гипотоникам у кого низкое давление еще этот чай очень хорошо пить женщинам ну наверно вообще-то и мужчинам потому что этот чай у нас предотвращает процессы старения даже если это чаек потом налить и в какие-то формочки заморозить протирать лицо то вот эта дряблость кожи пропадает в общем то кожа становится очень такой активный очень жизнерадостной в общем тонизирует кожу он сильно и соответственно также если его принимать внутрь то есть сильнейшие антиоксидантные действия а раз такое действие то этот чай у нас препятствует возникновению таких заболеваний страшных мне кажется страшнее не для меня ничего нету это всяких онкологических заболеваний в общем то как такой чай пить честно вам скажу что если заварить конкретно вот эти вот гранулки то пить его ну и не знаю невозможно потому что он обладает но настолько сильнейшим таким ароматом терпким очень очень насыщенным даже немножечко как горьковатым пить такую чай ну никак поэтому его лучше заваривать в соотношении в равных пропорциях один к одному с обыкновенной черным чаем который мы привыкли пить тогда получается но неимоверно вкусно сейчас я заварю чай и вам покажу цвет этого чая и так мой чай заварился завариваем его вот как обычно ложечку обыкновенной заварки ложечку вот конкретно этого чая и сейчас наливаем и конечно него будет цвет обычного чая естественно насыщенность и вкус конечно такой вкус ночью обыкновенный цвет и насыщенность такого вишневого чая конечно хорошо такой чаек подать с вишневым вареньем у меня вишенка из собственного сада с вишневым вареньем и вот с такими вишневыми сухими плодами продаются в магазинах наверное они не очень полезны и но для интереса мы же не часто это делаем подать с такими плодами еще если есть вишневый ликер у меня вот его нет туда немножечко капнуть но пол чайной ложечки вишневого ликера и будет вам счастье также хочу вам сказать дорогие друзья что именно по такому же рецепту можно приготовить ферментированный чай из листьев малины вот именно из молодых листочков сейчас в июне месяце они самые самые полезные а также из листьев черной смородины но при этом хочу вам сказать что все эти ферментированные чаи я имею ввиду смородину и малину не обладают таким ярким вкусом который мы хотим видеть вот если листочек сейчас черной смородины он очень сильно пахнет то ферментированный чай но запах не такой ароматный и у малины тоже хотя многие блогеры говорят что малины настолько потом очень аромат и даже чай красный ничего подобного во всяком случае у себя не видел но такие чаи из листьев смородины и малины также очень полезно так что пейте чай и давайте будем все здоровыми вот этого я вам желаю